так прямой эфир дорогие друзья вас приветствую так присоединяйтесь пока пожалуйста расскажу чего сегодня будет сегодня будет техническая работа техническая работа посвященная аллергиям и дерматитам и я надеюсь что успеем и времени хватит и возможности силы в моих ваших для того чтобы еще разобрать как показать как происходит введение пищи в рацион вот ну то есть та которая пища была вытеснена в результате каких таких внушений и аллергических реакций разных вот ну и там подобное у меня есть список тех здравствуйте дорогие друзья тема топ да конечно тема топ весна чего говорить давайте попробуем запасайтесь терпением чаем потому что сидеть нам здесь точно не один часок я думаю часика полтора то посидим поэтому вы меня уж извините но я буду немножко так себя как-то интересно отеку клинки пригласить человек а вы я смотрю такая публика хлеба и зрелищ да такая мы хотим видеть страдания где моя ручка ну где ж моя ручка вон на моей ручке все секунду страдание значит да ну хорошо сейчас найдем чем так я сейчас открою документ в котором у меня указано кто должен быть первым потому что я вот в истории прочитал документ предварительно не открыла в этом документ я сейчас зачитаю очень надеюсь что вы здесь вас вы предупреждены должны быть смотреть это все дело до гистаминовая интолеранция тоже интересно господи как красиво умеют делать специалисты а у вас что гистаминовая интолеранция но это на всю жизнь это на всю жизнь простыми словами просто выделился гистами гистамина интолеранция да что там как там аллергия на холод аллергия на холод достаточно простая вещь очень простая чаще всего вот так открыть ну чего открываем этот документ господи простите меня пожалуйста но я как раз ждал что вы там загрузитесь ну вот первый человек в списке что это так вот пусть человек объяснит что гистаминовая интолеранция это что-то такое очень серьезное но зашифрованные простые я знаете сколько диагнозов видел которые с использованием латыни ну то есть почти как заговор такой знаете средневековые с использованием зам каких очень умных слов а по сути а по сути врач пишет например у вас просто происходит вот это а еще и и вот это и все а так красиво звучит ну то есть мы видим ваши судороги пишет врач на только такой так как бы это написать мы видим ваши судороги системная тонико клоническая иннервация там чего-нибудь переводе мы просто видим ваши судороги до герпес в актуальной стадии да ладно поехали чего кожа дети значит девушка лоломо 156 лилия зовут пожалуйста машите рукой что вы здесь я пока буду я буду пока смотреть две дочки пять лет и два с половиной года у обеих с четырех месячного возраста атопический дерматит в обеих хорошо у младшей еще была крапивница на ягоды и мороженое хорошо фото отправлять не буду но тихий ужас у старшей локализации все тело кожи головы до от кожи головы до пальцев ног старшей локализации все тело там кожа разъедается на пальцем у младшей кожи разъедается у младшей верхняя часть тела и внутренние стороны и внешние лицо подбородок шеи уши везде 2018 проходила марафон но не наш получается ну или наш это получается нет 2017 короче ладно даем марафона нас везде было мокнуть и и кровь и даже гормоны не помогали после похождения старше и мокнуть и ушло и крапивница у младшей и на год где-то тело стало чистым но оставалось сухим вообще у нас в роду у мамы и бабушки сухая кожа у меня тоже мы правильно всегда лечились гомеопатии это привел к хорошим результатом но в ноябре-декабре 20 все началось заново все тело в сухих пятнах кожа трескается идет кровь значит в ноябре-декабре 2020 все заново с тела сухих пятнах кожа трескается идет кровь единственное крапивница и мокнуть все тело все так же нет я просто уже сам не знаю куда копать потому что мне показалось уже все обработал и мне стало так легко после марафона как груз плеч вообще тупик вот вообще вот эти вот сейчас я обращу внимание вас на вот эти вот ощущения которые описывает лилия это вот не знаю куда копать тупик я уже все что можно сделала пожалуйста уважаемые участницы и курсы аллергии дерматита и все остальные не верьте себе пожалуйста не верьте себе ощущение тупика это такая нелегальная возможность отдохнуть но чтобы как бы все видели чтобы не подошли с его че отдыхаете вы такие я в тупике я в тупике кричите вы внутрь себя но я честно вам скажу иметь право вообще-то как бы но помните что чисто технически обязательно что-то есть просто не можете найти да хорошо но если не можете найти иметь право отдохнуть и не съедать себя в этот момент в общем то и побыть в этом тупике ничего нормально а вот потому что здесь часто этот крик похож на то что все тупик я не знаю что делать вот да просто тогда отдыхаю придет чё знаю дело делаю что умею есть вера это хорошо а раньше было только отчаяние да это правда круто чувство что нужна помощь какой-то вектор куда опять копать куда идти после марафона кстати не могла трансы делать просто чувство было что все не надо что все не надо так еще заметила от всех случаев что здесь считалось что после первых проявлений на коже никогда не было паники о диете наоборот бог это протест внутри и вот не буду так как говорят врачи ничего не знает и от этого тра ля 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 вот врачей слушать тоже надо потому что делал правильные но некоторые вещи на одна практика проверять так все роста пергена на хну и краску для бровей так а вот ломому 156 все значит вот я вас нашел а ла 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 ле ле замечательно ли ге только летом амброзе хронический нацелитель напоминаю друзья я щас я щас нажму я уверен что я надеюсь что все вы подготовились это должен быть сегодня в эфире вот что я хочу сказать сегодняшний эфир это такой будет но для вас то будет так полезная информация для участников курса аллергии дидактический материал все кто участвует сегодня в разборах это участники курса аллергии про с разными запросами и соответственно они участники там между собой проголосовали кого хотят видеть с соответственно с тепловыми запросами то сейчас будет дерматиты детские потом будет кто-то с аллергией а потом еда какая-то вот поэтому давайте так значит ну чего давайте попробуем сейчас я добавлю сейчас и добавлю вас давайте войти прямой эфир там трудом 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 поэтому что это значит для вас для всех лили остается здравствуйте слушайте откуда я вас знаю я была у вас на терапии в год назад летом год назад летом у меня были на терапии да это я вам писал а с каким запросом мы прорабатывали появление на свет мою а изначально не важно что прорабатывали изначально про чё запрос был ну про то что на у детей аллергия с этим же запросом короче да и про как бы мою самореализацию а тогда дело было на улице по моему да 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 все я вспомнилась слушайте но тогда вы написали по моему что как будто бы все замечательно вроде прошло насколько я помню так было да все вообще то есть они ели вообще все что хотели ничего не было вообще ничего вот это подстава ничего себе почему меня не предупредили что человек у меня был на терапии говорит что не сработало все сразу и я все лилия простите пожалуйста я сучу рассказывать и да я помню наше с вами общение я помню что вы написали что как бы сработало все хорошо быстро сразу и вот вы просто тут я сейчас читал ваше сообщение вы здесь просто это не написали поэтому для меня сейчас я была на на марафоне у василия да ну то есть на какое-то время она за все это как бы это просто я сейчас сравниваю марафон и у него более обширная какая-то информация у вас точечная поэтому некоторые вещи вещи сейчас у меня всплыли как бы на вот эти эфиры я посмотрела то чего например раньше я не знала и ситуации возникли которые как бы можно подумать а раньше вообще ничего не возникало хорошо или здорово значит давайте тогда немножко сделаем из этой истории такую дидактическую историю в которой другие смогут пройти путь который надо пройти в этих случаях да я немножко некоторых местах буду формально спрашивать в некоторых будем немножко углубляться значит сколько вам полных лет 25 25 то есть у вас симптом качается да там туда-сюда от от достаточно такого серьезного до полного ухода да да и это у обоих детей да и вы пишете что вот в ноябре декабре двадцатого года все начинается заново да сейчас подождите поехали по порядку давайте дайте пожалуйста понимание а сейчас у обоих детей началось заново да у младших в этот раз прогрессивнее у старшей не так быстро но я еще и мази немножко помазываю потому что не хочу чтобы уходила прям совсем так младше это сколько это два года и шесть месяцев два и шесть а старше старше три года четыре года и 10 месяцев четыре десять ага значит и вот ноябрь декабрь начинается у обеих дочек и локализация сейчас напомните очень быстро у старшей было везде сейчас у нее по бокам вот тут появляется появляться начинают руки везде и вот внутри и снаружи вот тут плечи на спине единственно у нее просто сильно сухая кожа но она ее не прям чешет подбородок извините остановлю вас да обращайте внимание первое чем пытаемся понять когда началось и локализация локализация нам дает понимание примерно с какого типа переживания мы имеем дело так вот у нее получается бока внешне внутренняя сторона рук спина появляется что-то там да сухая просто сильно сухая прям очень сильно сильнее даже чем в других частях тела других частях тела сильно сухая да смотрите тип тип самого дерматита тоже очень важен то что у вас есть раздатка и вы сейчас будете как вам кажется связывать эти вещи потому что сухая кожа одно мокнете это другое а кстати у вас у детей было мокнете закончил слава богу хотя бы да 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 потому что это очень разные вещи между прочим очень разные тип переживаний лежат в основе этих историй спина и спина сухая спина сухая лицо щеки у нее вот тут вот подбородок шея сгиб уши вот тут верхняя часть не сзади а верхняя над духом вот тут вот на сгибах да на сгибах ноги у нее у нее чуть-чуть нижняя часть попы на сгибе вся задняя сторона но они знаете как не целиком всю ногу а вот так вот точно точки 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 вот так вот на сгибе у нее нету внутренней стороны и снаружи тоже на коленке нету и везде где голень и колено тоже везде есть и у нее тоже как у младшей на большом пальце ноги кожа разъедается как экзема большом пальце у нее еще верхняя часть стопы тоже раньше была сейчас нету хорошо окей лили ой я про ладошки еще забыл сказать еще ладошки ладошки тоже были но тоже сейчас нету почему-то везде появляется на ладошках нет ну давайте пока ограничить тем что именно сейчас актуальная история хорошо это у старшей а у младшей а у младшей сгиб шеи тоже подбородок вот тут вот тоже лицо красное становится оно не прям сухое но краснеет лоб сухой становится очень и у нее кожа головы тоже как бы покрыта корочкой такой хотя в младшем возрасте маленьком возрасте у нее такого не было у него сейчас такое началось потом у нее все руки тоже снаружи и внутри внутри более красные а снаружи просто сильно сухое такое и вот тут это самое сильное вот этот вот этот палец у нее полностью кровит дырка вот тут вот без мокнутия и ну в общем практически все пальцы вот эта часть тоже у нее все обе руки ну давайте сейчас мы до конца разбираться не будет там что мокнуть и что сухое но то есть я сейчас просто не смогу этому технически время уделить но для вас это точно важно если это будет ситуация важна в процессе мы как-то ее проговорим с вами хорошо локализация странная есть акценты тип в основном сухой экземный да хорошо мне первый тогда сразу вопрос к вам так что там еще принципиально если нужно еще информацию у меня у самой после того как у нас с вами была терапия стала на руках появляться красная сыпь вот тут внутри то есть у меня раньше вообще ничего никогда не было а тут у меня красные точки появляются вот тут вот на сгибе и у меня появляется какая-то болячка вот тут иногда на пальчике она просто опухает один день опухает больно сгибать и пропадает на том же пальчике как у дочки да да я понял и подошвенные бородавки появились лет три назад четыре ну ладно давайте по порядку так что подошвенные бородавки у вас да появились а у детей когда пальцы эти большие сколько времени они у них такого экземна ведут себя у младших где-то 7 8 месяцев а младший ну то есть нет нет у старшей а у младших где-то вот после полутора лет ну то есть ваши бородавки появились параллельно тому как у детей на стопах грубо говоря появились экземные истории хронологически так примерно я так прикидываю ну правильно я правда нет ну у меня чуть раньше у вас чуть раньше ну их ну и логично логично почему нет вот тоже интересная история правда как вам кажется с чем связано смотрите бородавки у вас на стопах а у них экземные истории у меня вообще первая бородавка появилась в школьные годы на стопе на пятки но она меня никак не беспокоило то есть вообще ну никак а эти мне то есть мешают ходить мне больно голыми ногами передвигаться да я слышу вас я спросил где а это так сказать как бы сказать так на что что такое за на какую такую поверхность там символически или или прямо вы начали так ступать что мне там было ой как не по себе в то время либо там как-то вот немножко грязненько не моя территория хотела уйти от этого почему происходит такое три года назад но условно три года назад у вас бородавками реагирует у детей экзема либо какую-то территорию которую вы оставили переезд может быть был может быть нет у меня по отношению смысле как вот я себя чувствовал в этой ситуации да мы смотрим либо прямо историю которая связана с я давайте сейчас этот этому кусочку уделим очень коротко времени да перейдем к основной вот мне просто показалось сейчас интересным что у вас возникает где-то около трех лет назад бородавки на стопах а у детей экземные истории на пальцах когда я лет назад я была беременна старшей ой младше то есть была беременна и последние два последний месяц беременности был жутким просто жутким мы дома постоянно ругались с мужем была ситуация просто невыносимо находиться дом не то давайте еще что-нибудь объективное объективное место связано с грязнением с грязью с даже не знаю не приходит в голову ничего с грязным а если мы посмотрим кого-нибудь да 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 давайте с грязным у меня просто ассоциировалось поведение мужа что это просто невыносимо ужасно и как я за такого человека вообще вышла замуж ага когда ну смотрите у меня вопрос простой почему стопа почему стопы когда вы говорите про грязное поведение это вот что это было для вас такое ну почему мне для меня это было а как бы сказать убийственно у меня тогда состояние было просто само худшее состояние всех что я переживала в своей жизни убийственно ладно хорошо заметим и сколько ребенка тогда внутри было когда эта эпоха девять месяцев девятый это старшему а внутри вот это младшему девять месяцев было внутри животике это прям перед родами прям перед родами хорошо понял ладно пока сходу не получается но мы еще потом сюда вернемся есть здесь какая-то явная история не могла может быть уйти хорошо не могла хотела но не могла когда вот хотела но не могла часто реагируют голени часто реагирует ноги вообще ну там вот всякие дерматитные истории у вас у детей там как раз но у вас у детей там все было да там вся поверхность В самом начале, вы говорите, у обеих дочек вся поверхность тела была. После ваших слов это поведение меня убивало. Можно предположить, что я глубоко и тотально проживала это все. Весь этот ужас от своей нервной системы и тела. Ладно, хорошо, поехали. Вот сейчас простой вопрос, логичный, идет по порядку. Локализацию мы примерно поняли, что есть, например, такая локализация. Сразу у меня вопрос. Вы акцент делаете на какой локации? Вы описали разные вещи. Ладошки очень сильно. Ладошки очень сильно, у обеих? Да, у обеих очень сильно было. А сейчас? Сейчас у младшей ладошки очень сильно. Сейчас у младшей ладошки сильно. Хорошо, ваш акцент примерно такой. Ладно. Локализацию посмотрели, тип посмотрели. Тип более сухой сейчас, да? Да. Больше сухой. Что вы понимаете про более сухой? Что это значит? Ну вот после просмотра эфира и упражнений, которые вы давали, у меня симптом стал ежиком. Почему-то мне пришло в голову ежик, который защищает иголками от наружных людей, от всего плохого. сухая кожа, чтобы защищать меня от того, что я не хочу в себя принимать, не хочу прочувствовать это. Помните, в методичке написано, что сухая кожа часто связана с тем, что мне очень не хватает тепла, любви, заботы? Это такая острая нехватка, я не могу принять. И сухая кожа, она может быть и с этой стороны, и с попыткой снизить чувствительность того, что я становлюсь как ежик, чтобы не прикоснуться к какой-то боли. Сухая кожа помогает снизить остроту переживаний. Ладно, хорошо. Просто смотрим, что произошло в ноябре-декабре 2020-го. Что происходит? Ну, мы с лета расставались с мужем. Я жила у родителей. Где-то в октябре мы сошлись. На такой пробной основе. И потом как-то всё было хорошо до сегодняшнего дня. Как назло, вчера, сегодня утром мы поругались. Слышу вас. То есть, когда вы пишете, что я не знаю, вообще тупик, что делать? Это же очевидная вещь, что раз вы сходитесь в октябре с мужем, и у детей начинается такая история. Мне казалось, что я все обиды проработала, как будто бы всё выплакало в трансах уже. У меня уже просто даже ничего не было. Я транс делаю, а это пустота. Ничего в голову не приходит. И до какого момента всё было хорошо, как вам кажется? Да вот до этой недели. Давайте так. Так, я задам вопрос. Чего дети цветут? Уже вот с ноября, декабря. Тогда чего цветут дети? Возвращайтесь к мужу. В его дом. Там, где всё это было, да? Нет. Дом имеете в виду, где мы живём? Ну, это пространство. Там, где всё было до этого, да? Дом как раз-таки квартира моя, но у нас всегда... У него как будто бы, типа, вот как сказать... Он сам не может, но и меня подёргивает тем, что квартира моя. И я как будто должна ощущать чувство вины и должна не... Как сказать? Давайте, давайте, да-да-да. Как сказать? Относиться к нему суперлояльно. Лояльно. Он вообще требует к себе супермного внимания. Но я этого не хочу делать. Я не хочу быть его мамой. Вот. Что с вами, когда он требует от вас вины и супермного внимания, что с вами? Мне не хватает времени на себя. У меня внутри скованность... А вот сейчас не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь. Ещё разок. Мне не хватает времени на себя. Проговорите-ка это ну-ка вот с чувствами внутри себя. Не для меня, а для себя. Посмотрите, мне не хватает времени на себя. Что-то... Вот... Это такая короткая фраза, она как будто бы скрывает такое... такое большое количество чего-то. Как будто это мешок с надписью «Мне не хватает времени на себя». А я бы хотел посмотреть, что в мешке. Чтобы не просто его обозначить, что он вон в углу стоит. Мне не хватает времени на себя. Я хочу послушать вас в этом месте. Расскажите, что это такое за... Вы видите, что происходит с вашими губами? С вашей челюстью? Я забыла сказать, что у меня постоянно сжата челюсть. У меня щёлкает она практически постоянно. У меня только остеопат её отпускает. И опять она через некоторое время щёлкает. А она тоже начала активно щёлкать в ноябре-декабре? Ну, даже годом ранее. Даже годом ранее всё-таки. Хорошо. Я спросил, почему она щёлкает, почему сжимаете? Как вам кажется? Не хочу скандалов. Сложная ситуация. Потому что я всегда... Я вообще военные действия не переношу. Он вот может скандалить, если начнёт, если на меня давит, я этого не переношу. дышу-дышу-дышу-дышу-дышу-дышу. Что ещё с вами? Ну-ка, всё, никуда не отвлекайтесь. Попробуйте описать то, что сейчас с вами. Тихонечко, аккуратненько доставайте. Что внутри ощущают? Не знаю. Насколько близко у меня слёзы сейчас? Близко. Он в горле, грудь, живот. У меня всегда живот, грудь, горло реагирует. Вы когда сходились? Вот в октябре, когда вы сходились с мужем, скажите, пожалуйста, какие свои внутренние условия вы для себя, не для него там даже, а вот вообще для себя, какие внутренние условия вы ставили как основание для того, чтобы сойтись? Что надо было от него? Какие ожидания были? Почему мы сошлись? Потому что, во-первых, дети постоянно просили папу, он очень хороший папа. Тихо, 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 тихо. Сейчас, подождите. Ух, ух. Сейчас чат взорвётся. Тише. Я сейчас не про то, что вы сейчас говорите. Я про то, какие чувства это вызывает. Чувства безопасности. Безопасности, наверное. Нет. У вас какие чувства это вызывает? Какие чувства вызывают, что мы сошлись? Мама! Мама! А где папа? А, ну это... Мама! А почему папа? А папа когда придёт? Ну-ка, давайте. Ну, какие чувства? Чувства того, что... Так делать... Не знаю, как сказать. Назовите эту эмоцию. Вины, наверное, не знаю. Мне кажется, вины у меня прям как таковой не было. А что есть? Мама! Мама! Где папа? А почему мы не живём с папой? Ну, может, доли вины было чуть-чуть? А доли чего тогда? Вина, допустим, чуть-чуть, 5 процентов. А чего 95? Мама, мама, где папа? Не знаю. Нет. Лилия, ну сколько может продолжаться? Дети папу просят. Кто-то говорил тебе так? Дети без отца-то жить не могут, не должны. Протест у меня внутри был тогда. Я никого не слышала. Какой протест? В двух словах. Протест... То, что я, наверное, смогу сама спокойнее, когда мы одни. Но, тем не менее, дети постоянно... Им скучно, короче, без него. Им постоянно хочется ощущать его рядом. Да. А теперь давай-ка соединим это всё. Смотри. Дети говорят, мне постоянно нам скучно без него. А у тебя внутри? Да я вроде и сама смогу, у меня протест. конфликт. Конфликт. Похоже на конфликт. Ну, две противоположные тенденции. Да? Вот во время этого столкновения внутри тебя рождалась искра. А можешь сказать, как победила тенденция детская твою? как победила? Я не знаю, я не понимала что происходит со мной, потому что изначально первые три месяца мне было так хорошо. Я отдыхала, просто просто было очень хорошо. Эмоционально и вообще не скучала. А потом как-то вверх взяло опять привязанность к нему и вообще Ну и чего? Да ладно. Да, продолжаем. До этого не было его, мы жили далеко месяца два от него, а тут он начал мелькать. ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ладно, я буду останавливать немножко. Давайте делать, чтобы из этого получился небольшой дидактический материал. Лиль, правильно я понимаю, что старт начался тогда, когда вы вновь приехали к мужу. Да. А когда я спросил, какие ожидания у вас были от того, чтобы, ну, для того, чтобы съехаться вновь, вы начали рассказывать о том, что дети хотели. Вот, так, знаете, ну, я просто на его вес, еще на чашу весов начала ставить его плюсы и минусы и как бы подумала, что если я буду самореализовываться и бастовать, я все-таки когда-нибудь смогу победить его вот этот вот. Он не сможет уже так вести себя со мной, если я буду самостоятельно. потрясающе. Назовите это ожидание. Если он наконец-то станет таким, каким я представляю, что он должен стать, я его побеждю, то тогда что он начнет мне давать? Моя потребность. Спокойствие. Спокойствие и любовь, наверное, не знаю. разворачивайся. Чего я после победы, что случится? После победы что случится? Вот смотрите, вы говорите, я его побеждю, и тогда что у нас? Что такое он начнет волшебное делать? Чего жду все? После этой победы, когда он изменится, я чего жду? Это очень важно, и моя потребность. Но моя потребность в спокойствие. Спокойно. Разворачивайте. Что вот он такое начнет делать, чтобы вы стали спокойнее? Перестанет давить на меня. У нас вообще как бы, знаете, что такое давление? Моральное давление. Я сжимаюсь, когда, я не люблю, когда он начинает, у меня сразу начинает болеть живот. Ну-ка, сожмитесь, пожалуйста. Сейчас, сожмитесь. Сожмитесь? Слабо? Чуть-чуть. Вы, когда сжимаетесь, вы чего хотите достичь? Вот когда, смотрите, тело сжимается, да? Оно зачем это делает? Спрятается. Отчего? От боли, которую можно могут причинить. Я хочу своей игрой. Смотрите, вот я не сжимаюсь, моя граница вот здесь. Я сжимаюсь для того, чтобы вдруг, если ты будешь меня пинать, мне меньше досталось. я свои границы пытаюсь убрать, я пытаюсь съежиться от того воздействия, которое есть. Слышите? Вот вы, когда телом сжимаетесь, скажем так, ваша нервная система про происходящее вокруг что думает? Ваш мозг что думает? Беги. У меня всегда было беги отсюда. Беги отсюда. Беги отсюда. Что у вас там из-за бородавок? Они начались в тот момент, когда вы хотели смотаться? Или когда... Я уже почти подала на развод, но там я уже... Не смогла уйти. Да. Не смогла уйти. Хорошо. Давайте так. Лиль, вы как там? Нормально. Я немножко... Я немножко... Я немножко... Ёжик. Вы правильно пишете, у вас же слепок как ёжик, да? То есть, вы должны были сделать что? Ну, примерно понять локализацию, примерно понять суть дерматита какой есть, примерно понять значит, какая... Что там у нас? Какие обстоятельства могут запускать, ну, как следствие, да, то есть, по слепку, примерно какая моя потребность не удовлетворяется, но вы сейчас немножко так обозначили, да? По большому счёту некое давление, потребность безопасности. Плюс здесь ещё есть... Здесь есть ещё подковёрные... Подковёрные некоторые потребности. Вот. Мы сейчас про них проговорим, потому что там на поверхности я не хочу, чтобы он давил, но также я и не хочу... Знаете, ваши ноги и большие пальцы деток, наверное, в том числе, для меня, знаете, что говорят, что, возможно, в вашей жизни мама была такой достаточно непростой женщиной в вашей жизни, скажем так, которая, так сказать, к гири вас привязывала, и вы бегали вокруг этой гири маленькой, не имея возможности убежать. Вот. Она давила. Мама была у вас в жизни в качестве вот человека, с которым вы могли проживать подобный опыт, как, например, с мужем? давление. Трудно сказать, потому что у нас... Она была строгой, но иногда я вытворяла чего-то там, что... Чего нельзя было. Но... Как сказать? Единственное, что я вспомнила, мне пришло в трансе про маму, это то, что мне было плохо, когда она со мной не разговаривала, если она, например, на что-то... Это сухая спина. Это сухая спина. Мне вот невносимо, когда кто-то со мной... Вот именно... То есть, если меня отругают, мне проще что-то там скажут. Но если со мной вот долгое время в плохих отношениях близкий человек, то же самое с мужем, как сейчас. Вы что хотите сказать? Что получается, ваш муж постоянно делает вам проще? Он не молчит, он постоянно езжает? Ну, первый... Когда я была беременна, старше, мы могли неделю не разговаривать. Тогда все было еще хуже. Лучше пусть давит, чем молчит. Вообще ужасно. Да. Хорошо. Ладно, я понял. Почему я просто про вам спросил? Потому что многие стопы, я пытаюсь понять, это реальное... такой симптом может вгружаться либо от реального контакта, либо... Тетю в детстве привязывали, не я был псориаз. Интересный комментарий. Такой контакт может быть либо от реального контакта, либо от символического. Почему-то мозг выгружает стопы, да, и я не могу убежать. Мы же не можем убежать от своих родителей, мы вынуждены с ними проживать этот опыт. И у меня возникает простой вопрос. Почему? Лилия приходит, бросает якорь здесь такой, причем она приходит такая, говорит там, кран, кран строительный. Так, все, якорь опускайте сюда. Вот, да, все, опустили, хорошо. Теперь убежать не смогу, там, примотана к этому якорю. И вот как-то сидит в этом пространстве с мужем. Чего сидите-то там? Почему не можете уйти? Что является якорем? Что тебя принимают, примут? Ожидание. Ожидание. Это детская позиция, это понятно, это вам немножко там надо будет поработать с обидой. Это мои ожидания. Он должен измениться, естественно, и начнется магия. Нет, я уже так не считаю, просто пытаюсь как-то в балансе находиться, не знаю. Я хочу стать не такой ранимой и не такой чувствительной, но у меня не получается, потому что у него вообще слово чувствительность, ранимость, у него вообще этого нет. Он совершенно... То есть я выходила замуж, думала, что он как раз-таки добрый, такой-такой-такой, а оказалось, что он вообще бесчувственный и вообще неранимый. Так. Давайте так сделаем с вами. Сейчас я посмотрю. Если что там... Вот мы сейчас с вами... Ну, вот если я сейчас спрошу, если я спрошу людей, понимают ли они причину, почему ваши дочки цветут? Мне кажется, большинство скажет, сто процентов, вот преподавляющее большинство скажет, ну, конечно, понятно, тут очевидно. Согласны? Очевиднее некуда. Вопрос-то простой, по большому счету. Вы хотите решения. Ваше решение говорит... То, что вы мне сейчас озвучили. Знаете, что вы сказали? Нет. Сейчас скажу. Игорь, я пытаюсь снизить чувствительность рецепторов на поверхности кожи. Что с вашими детьми происходит? Что кожа-то сухая? Помните, что вначале сказал? Вот они вам и показывают, что мама пытается сделать. Да и чего мама это пытается сделать? Девочки ходят, имеют право знать. Чтобы их не могли обидеть. Про них не надо. Чтобы меня не могли обидеть. Вот. Давайте. Вот я ваш... Я одна из ваших дочерей. Давайте. Или вот я в одном лице обе. Скажите так. Пожалуйста, немножко, немножко потерпите. Он скоро должен измениться. Как сказать? А что? Вы же, по сути, то это и говорите мне. Ну, это я раньше так думала. Сейчас я понимаю, что он не изменится. Отлично. Тогда вот в одном лице две дочки. Скажите, что сейчас тогда как-то звучит? Скажите тогда правду, которую до этого сейчас только что сказали. Это правда звучит так. Вы, пожалуйста, потерпите. У меня скоро должно получиться. Я скоро должна стать менее чувствительной к нему. Потерпите, пожалуйста. Давайте. Вы, пожалуйста, потерпите. Я скоро стану менее чувствительной, менее восприимчивой к нему. Да, через сколько лет? Через полгода. Через полгода. Как вы это сделаете? Не знаю. Не он, так другой появится на пути, который так будет делать. У меня сам был вопрос, как вот перестать быть такой восприимчивой чувствительной. Вас Бог наградил, говорит, будешь восприимчиво-чувствительной. Дал определенные качества нервной системы, дал определенную тонкость восприятия. Она такая, говорит, я хочу это все под корень. Давайте так. Вопрос еще раз. Зачем менее чувствительной? Чтобы не чувствовать боли. Зачем? И тогда будет спокойно, хорошо. Где? Он, значит, давит-давит, давит-давит. Я такая сижу, прикинь, а-а-а, нет. Не работает. На самом деле, после того, как мы с вами, вот у меня была терапия, у меня полгода было состояние вот такое вот, что, типа, да мне вообще, да меня вообще никто не, да вообще. Давайте так, сейчас мы сделаем две вещи с тобой. Первая, значит, давай мы будем с тобой завершаться, но тут очень очевидно, что происходит. Для меня точно очевидно, что происходит. Единственное, что для меня не очень понятно, что когда вот мне передали твое сообщение, помнишь, я немножко вначале такой постебал, а, тупик, тупик, а, ничего не понятно, не верьте этому. В общем, скажи, пожалуйста, правда похоже на то, что я сама не готова пока что принять, мне легче видеть тупик, чем по-настоящему что-то решать. Может быть, вот так честнее? Ну, да. Ну, чем назвать вещи своими именами? Мой муж на меня давит, он очень требовательный, он, ему нравится единственный способ существования рядом со мной, это вгонять меня в вину. Потому что в наших отношениях заведомо с его точки зрения есть мое превосходство, он не может, он должен видеть мои страдания. Когда он видит мои страдания, он такой говорит, слава богу, мне чуть-чуть полегчало. Так, а я где? Я в ее квартире, что ли? Я в ее... А, иди сюда. Почему ты мне не сделала это? Почему не сделала того? Это что здесь? Ну, ты же это рассказывал, да? Угу. И ты такая приходишь и говоришь, доктор, а можно вот эти вот рецепторы как-то удалить, что-то с ними сделать? Операции есть такие? Делают? Нет? Чтобы я не чувствовала. То есть, меня бьют, а я не чувствую. Но это несерьезно звучит. Вот как звучит твоя правда, которую ты пока что говоришь. Слышишь ли ты это? Смотри, у тебя есть два пути. В общем-то, я о них и говорю. Первый путь. Вот, я его тебе просто напомню. Тебе, конечно же... Я вам сейчас коротко скажу, мы проверять это не будем. Ты почему-то здесь сидишь. И, ну, не здесь сидишь, в смысле находишься в этих отношениях, и это говорит только об одном, что пока что ты спасаешься от чего-то более опасного. Ну, например... Сто процентов. Да, говорит, чего более опасного. Говори. Более опасное, это пока... Ну, то, что я пока не реализовалась. Это какая-то странная фраза. И тогда... И тогда нам не на что будет жить. Ага. Это тоже вгоняет еще больше... Еще больше в угол. Ага. То есть, рядом с тобой мужчина, который не будет вас содержать, если ты решишь уйти от него. Вот это ты нашла. Прямо искала. То есть, это как будто в тот момент, когда ты такая, я ухожу, он такой, это чьи дети? Нет, ну, это... Ну, не только это, страх, наверное, одиночество. Вот, давай. Ну, крышка, вот давай, чего более страшно, ты спасаешься? Страх одиночества. Короче, во-первых, вины, во-вторых, страх одиночества, причем все, что ты это будешь говорить, все накатано мамой, по моей подозрению. По моим подозрению, помнишь, вспоминай методичку, найдите, пожалуйста, где научились этой хрени. Где я могла научиться, где вот этот вот рисунок, который я все отказываюсь увидеть, где я его накатала. Ужас, ужас, если мама со мной не разговаривает. Я боюсь погрузиться в этот детский ужас, одиночество. И буду обманывать себя любой фигней. Например, я не реализовался. Опять детская какая-то история звучит. Смотри, я подозреваю, что ты не замечаешь, что видно. Трогает. Молодец. Все, хорошо. Очень важно понимать, чего большого. Чего большого ты так, ты до сих пор боишься. Ладно. Умничка, молодец. Дальше. Ты знаешь, а позволь себе красивый садомазохистский период жизни. Вот ты сейчас со мной разговариваешь, как будто вот у меня есть проблема в личной жизни. Она вот такая. А я тебе говорю, нет. Давай сделаем так, что ты будешь честно, открыто говорить об этой проблеме. Страдать. Будешь там кричать, я виновата перед тобой. Пойдешь, перепишешь на него квартиру и все решите. Или что-нибудь, называй вещи своими именами. Живи, кайфуй. Вот этот классический, хороший садомазохизм, вот эта вот фигня, прям играй в нее, наслаждайся, живи, но при этом детям скажи по Драбкину там, я не знаю, или как вот это, да, вот эта вот вся история, когда смотрите, дети. С утра до вечера я делаю вот так. С утра до вечера я молю о том, чтобы у меня выросли шипы, чтобы его пинки до меня не доходили. Вы мне это зачем показываете с ноября? я знаю, чем я занимаюсь. И более того, я делаю, как эти делают, камин аут, да, я честно сознаюсь, что я созависимая, я буду в этих отношениях, буду, вот прям проживу жертву до дна, чтобы мной полмыли. Я вот сейчас иронизирую и в то же время отчасти серьезно. Так играй в это до конца, вот играй это красиво полностью. О, кстати, мне помогло понять жертву фильм Догвель. Сегодня ты будешь смотреть фильм Догвель. Это про тебя все посмотрели. А ты смотрела этот фильм? Нет. Я просто понимала, что я была спасателем сначала, а потом стала жертвой. Плевать, мы сейчас не про это. Я знаю, что ты это знаешь, вы будете переворачиваться, кататься в этом треугольнике, это не важно сейчас. Фильм Догвель обязательно посмотри. Классный. Спасибо вам, что вы напомнили про очень важный терапевтический фильм. Его надо в чат отправить все, кто в марафон по аллергиям, по аллергиям, дерматитам и разным штукам. Значит, смотрите, фильм Догвель, все жертвы наши в чате. Смотрите, пожалуйста, фильм Догвель. Шикарный фильм. Потрясающий вообще фильм. Вот. Поэтому катайся, пожалуйста, до дна. Уж играй. Девочкам расскажи правду. Мужу расскажи правду. И скажи, ты что думаешь, я с тобой, потому что люблю тебя, мне нужно доиграть. Я использую тебя. Ты думаешь, меня используешь? Я тебя использую. Я с помощью тебя доигрываю жертву. Я набираю критическую массу. Давай посмотрим фильм Догвель. Да. Скажешь ты ему и скажешь, а в конце я вас всех сожгу. Вот. Это спойлер к фильму Догвель. Смотри. Понимаешь, про что я сейчас? Да. Ты можешь кайфануть от своей игры вот этой, в которую ты играешь. Вместо вот этих всех вот как выбраться отсюда, взять и сказать, да, я та еще жертва. И ты от меня, как там его зовут, может, да, ты от меня никуда не денешься, я тебя преследовать буду. Чтобы ты меня мучил, давил, я страдала, и все хотелось стать какой-то иной. То я буду себя хотеть, то ты будешь хотеть. Понимаешь, вот всю вот эту вот, как правильно сказать-то, бредовость, но, пожалуйста, раз это происходит, отыгрывай это честно, а детей выводи из этой истории, чем, если ты не можешь выйти из сценария, делай этот сценарий максимально осознанным и прям вот, прям, прям вот, до полноты, до исчерпывания, до блевоты, чтобы потом в определенный момент сесть и сказать, скучно. Слышишь меня? Да. Скучно. Слабо? Я попробую. Я точно. Ты же и так это делаешь, правда ведь? Ты и так это все делаешь, то, о чем говоришь, это все странные-странные вещи. Попробуешь? Детей выводи просто из этой истории, из-под обстрелов, так сказать. Знаешь, как вот, одела каски им сегодня вечером, сегодня говоришь, так, я по рации сыграл, я выведу под обстрел, какие-то тут боевые действия, значит, вы будете сидеть за той линией, не надо мне показывать то, чего я. Ну, я верю тебе, что ты правда этого не осознаешь, потому что, если бы ты это осознавала, дети бы не цвели. Чем больше ты будешь себе и детям проговаривать правду, тем меньше они будут цвести, соответственно, ты можешь даже продолжить играть, если тебе это нравится, но дети цвести не будут, потому что их мозг будет знать, что мы сейчас цветем не потому, что здесь где-то есть угрозы, а мы цветем, потому что маме прям в кайф. Играть, это ее, а не наш. Вот. Я доиграла сценарий, твою же мать, я молодец. Ну и все, на здоровье. Все, кто там вот доиграли сценарий, молодцы, на здоровье. Лиль, ну тут очевидно все, у тебя есть, ты можешь, конечно, пойти по тому пути, по которому тебе кажется, такая приходит, ты по сути с запросом пришел, ну все, мы сейчас заканчиваем, ты приходишь с запросом, говоришь, Игорь, сделайте такое, чтобы мне стало пофиг еще на полгода. А как мне реагировать? Я на прошлом занятии дал, как работать с триггерами. Во-вторых, разные формы, как работать с триггерами. Ты можешь пойти по этому пути и начать прорабатывать триггеры, триггеры, чтобы он меня не триггерил, не триггерил, не триггерил. Триггеры из прошлого. Да не из прошлого, а с ним. А, с ним. Ну там, там речевки я дал, прям в раздатке, там, посмотри, пожалуйста. То есть, я к тому, что, я к тому, что ты можешь пойти и работать с актуальными триггерами, да, слушать трансгорошину, да, но это скучно, это линейно. Играет. Сейчас закончится эфир, иди продолжи эту ссору. Продолжи это, прям доиграй сегодня. Прям рыдал, какая я несчастная, в туалете где-нибудь. Вот. Смешно? Да. Ну, хоть не плачешь. Потому что абсурдно. Ну, играть надо, играть, чё, я, чё, поддерживаю. Ладно, Лиль, есть ли у тебя какой-то вопрос сейчас, который тебе прям важно задать в связи с этой ситуацией? Мне бы почетче, чтобы я, потому что иногда туплю, мне бы вот почетче. Получается, мне им каждую ночь проговаривать это, когда они засыпают. Задам тебе вопрос. Давай, убираем все причины, чисто технически. почему у твоих детей проблемы с кожей? С кожей чисто технически на уровне нервной системы. Чё происходит? У твоих детей нарушается, где сухая кожа, соответственно, нарушается трофика питания и иннервация ослабляется. Там, где красное воспаленное, туда добавляется гистамин, например. Хорошо. Вопрос. Чисто технически. Почему у детей это возникает? Чё у них мозг делает? Защищает, наверное, не знаю, слой защитный. Он подаёт сигнал, потому что верит какой информации? Их мозг верит, что сейчас вокруг что-то, опасно. Да, что-то, что соответствует сигналу опасности вот такому. Я его вот так понимаю, говорит их мозг. Ты смотришь на детей и говоришь, ба, да это же моё всё. Это же моё всё. Вот оно очевидно. Вот я им признаюсь в этом. Говорю, это не ваше. Когда ты признаёшься и говоришь, это не ваше, очень важно ещё знать, в чём ты признаёшься. Вот как сегодня в документе написано «Не понимаю почему», а мы сегодня вдруг с тобой проговариваем вещи, и ты вдруг осознаёшь, сколько у тебя зажима, сколько у тебя вот этого. Смотри. Ты жуёшь всё своей губой, ты всё сказать не можешь, тебе нельзя. Тебе нельзя сказать. Он же уйдёт. Придумал себе каких-то историй. Вот что надо осознавать по-настоящему, рассказывать. Я делаю это постоянно, каждый день. Надо сделать так, чтобы их сигнал, мозг понял, что опасности никакой нет. У мамы хобби. «Дети, у меня хобби, я пришла доигрывать, у нас с мужем классные, у нас такие эмоции, он только мне даёт, просто они немножко такие с этим». А вы не берите это. Понимаешь? Чем больше ты осознаёшь, проговаривание не для того, чтобы просто, знаешь, формально детям зачитали проговаривание. Дети, значит, вот это, вот это, вот это. Нет, не работает. Вот когда ты сидишь здесь и реагируешь, и осознаёшь эти связи, вот работает. Да, я слышу, ты уже к детям пошла. Всё. Ладно, спасибо большое. Да, все инструкции исчерпываешь. У тебя запись будет, ты её пересмотришь, ещё, ещё, ещё. Тебя торкнет. А инструкция вся есть. Лель, спасибо тебе большое. Отбивай там успехов. Спасибо вам. По рок-н-роллю немножко. Давай. Всего доброго. До свидания. Отключай, пожалуйста. Всё, окей. В 10 лет, да хоть в 40 лет проговаривать, вообще нет ограничений. Это так биология работает. Так, давайте дальше. Соответственно, вот на Лиле понятно, как только она входит в ресурс, как входит некий внутренний ресурс, ну, так, соответственно, хватает. Как только возникает какой-то триггер, который переполняет Лилю, соответственно, либо вот сошлись, либо что-то там изменилось, либо столкнулось с какими-то своими внутренними штуками, то, соответственно, вот и начинается грубо говоря, дети цветут, дети показывают. Ну, и, в общем-то, всё очевидно. Очевиднее очевидного, что нужно работать, как, где находить эмоциональный выход. То есть решение проблемы заключается либо в тот момент, когда детей из-под огня выводятся с помощью разного рода техник, либо внутри отношений наступает какая-то такая честность в отношении со своими чувствами и эмоциями, что либо уже вот прям, ну, скучно просто одно и то же, либо я правда перестаю реагировать на триггеры, когда начинаю понимать про него, про себя, про него, про себя, ещё больше и больше и больше про то, что мы делаем. Про отношения, про отношения, вот это и есть отношения про разборы. Всё, смотрите, сейчас я выключаю этот эфир, сохраняю его, выключаю и сразу же через там две-три минуты я захожу в новый эфир для того, чтобы работать с новым участником аллергии на кошку. Но это не точно, да? А, всё. Вот, поэтому давайте чего? Я выключаюсь, присоединяйтесь заново. Спасибо.